Общее сведение. Дермаидная киста, дермаид, зрелая тератома, доброкачественная опухоль яичника, которая встречается у 15-20% женщин с авариальными кистами. Дермаидная киста яичника обычно имеет круглую или овальную форму, гладкие наружные стенки, может вырастать диаметром до 15 см. Внутри полость тератома выстолана многослойным эпителием и заполнена желеобразным содержимым со зрелыми фрагментами производных эктодермы. Индодермы и мезодермы, сальных и потовых желез, волос, жировой, нервной, костной и дыры тканей. Дермаидная киста развивается из-за родышевых эмбриональных листков, которые при нарушении внутриутробной дифференцировки тканей сохраняются в яичниках. Дермаидная киста яичника может возникать в любом возрасте – детском, подростковом, репродуктивном, климактерическом. Причины формирования зрелых тератом неизвестны, в их развитии предполагается провоцирующая роль гормональных изменений в период полового созревания климакса, травм живота. Дермаидные кисты яичника растут медленно, обычно имеют одностороннюю локализацию, чаще правостороннюю. В 1-3% случаев отмечается перерождение дермаидной кисты яичника в плоскоклеточный рак. Дермаидная киста яичника Симптомы дермаидной кисты яичника В начальных стадиях дермаидная киста яичника не проявляется симптоматически и может стать случайной находкой при гинекологическом исследовании или УЗИ. Клинические проявления дермаидной кисты яичника связаны с достижением ее больших размеров 15 и более см. В этот период у пациентки появляется ощущение распирания и тяжести, болезненность внизу живота, иногда увеличение живота в размерах. Увеличение кисты может сопровождаться давлением на мочевой пузырь или прямую кишку, что проявляется учащением мочи и спускания нарушениями. Функции кишечника Запорами или диареей Дермаидная киста яичника не вызывает гормональных изменений и нарушения менструальной функции, но имеет склонность к осложненному течению. При воспалении зрелых тератом температура тела повышается до 39 градусов, появляется выраженная слабость и боль в животе. В случае перекрута ножки дермаидной кисты яичника развивается клиника острого пельвеоперитонита с симптомами раздражения брюшины. Подъемом температуры резкой непрекращающейся болью с радиацией в ногу и прямую кишку. Иногда дермаидная киста яичника может впервые выявляться в процессе видения беременности. Если тератома имеет небольшие размеры, не вызывает нарушения работы соседних органов и не осложняется, во время беременности ее не трогают. В этом случае лечение зрелой тератомы рекомендуется после родов. Беременные с выявленной дермаидной кистой яичника должны находиться на особом учете у гинеколога. Диагностика при двуручном влагалищно-абдоминальном или ректо-абдоминальном гинекологическом исследовании дермаидной кистой яичника пальпируется в виде эластичного, округлого, подвижного и безболезненного образования, расположенного к аппериде и сбоку от матки. В гинекологии наибольшей информативностью в обнаружении и диагностике дермаидной кисты яичника обладает УЗИ малого таза трансвагинальным и трансабдоминальным датчиком. При ультразвуковом сканировании определяется размер кисты, толщина капсулы и интенсивность кровоснабжения, эхоплотность ее содержимого. Наличие включений в ее полости и нередко кальцификаты. В сомнительных ситуациях диагноз «зрелая тератомы» подтверждается в ходе компьютерной диагностики и МРТ. При осложненном течении дермаидной кисты яичника показано проведение пункции заднего свода влагалища лапароскопией для исключения внематочной беременности, теста на беременность. При дермаидной кисти яичника обязательно исследуются опухолевые маркеры антигены СЕЙ-125 позволяющие исключить малигнизацию образования. В процессе диагностики «зрелую тератому» дифференцируют от других видов кисты кистомы яичника. Лечение дермаидной кисты яичника Единственным способом устранения дермаидных кист яичника является их хирургическое удаление. Объем операции определяется в зависимости от возраста пациентки, размера и доброкачественности образования. При дермаидных кистах яичника, осложненных воспалением или перекрутом ножки, операция осуществляется в экстренном режиме и в объемах диктуемых ситуаций. У девочек и молодых женщин производится кисты ктомия – клиновидная резекция яичника, у женщин времена паузы, а афоректомия иногда Одниксектомия со стороны поражения Удаление дермаидной кисты яичника производится в процессе лапароскопии или лапаротомии. Если при гистологическом исследовании подтверждается диагноз дермаидной кисты яичника, лечение на этом заканчивается. Планировать беременность после удаления «зрелой тератомы» рекомендуется через 6 месяцев. Один год после операции. Редактор субтитров А.Семкин